Вы, наверное, ожидали увидеть тут Евгеньевича, но после недели хороших морозов в Екатеринбурге он таки успел нормально простыть и сейчас сидит где-то без голоса, попивая горячие напитки. Мне даже слегка завидно. Если мы не знакомы, меня зовут Ярл, я с канала Убежище 151, в страйкбольном канале со своей странной аурой и глупыми шутками. Ссылка будет в описании. Смекаешь, о чём я? К новостям. Поскольку Евгеньевич игнорировал срачики-фигачики, а я имел привычку зарываться в них и поглубже, начну с того, что вам нравится. Конфликтные ситуации в страйкболе. Их не так уж и много на этой неделе, но тем не менее о них стоит упомянуть. Начнём с первого и более значимого и заметного. Человек выставил крепление на ПНВ на барахолке по нормальной цене, я бы сказал адекватной цене. В тему влетел известный перекуп с критикой. Чего, мол, офигели, такие огромные цены загибаем. Классика. Обыкновенный дорого нах. Казалось бы, игнорирую его, но народ это зацепило. Воспылали, если не все, то очень многие. Что значит дорого? Когда у барыг такая штука на 100% как минимум дороже. Очевидно, наш герой в процессе пытался сбить цену для того, чтобы перекупить лот с целью дальнейшей его продажи. По факту появились свидетели круглого шара и господина барыга обвинили в нечистоплотности ведения бизнеса путём перекупа и перебарыживания лотов. Я лично не нырял в ту прорубь свыше 400 комментариев и за срачем не наблюдал. И коли вам интересно, то вы можете ознакомиться с ним по ссылке в описании. В свою же очередь, из того, что я услышал, сделаю небольшой вывод. Вообще-то это нормальная практика перекупщиков. Купить подешевле и продать подороже. В чём проблема, я так и не понял. Но похоже проблема заключалась в неадекватной реакции перекупщика. Народ поголовно встал на сторону продавана. А перекупщик остался не у дел. В общем, хер его знает. Всех, кто желает, пожалуйста, разгребайте сами. В своё удовольствие. Ссылка опять же внизу. Миновал страйкон 2019 года. И на этом фоне в социальных медиа появился незначительный срачик. Я бы сказал, совсем массюсенький. Один из магазинов решил сделать себе рекламу с помощью статьи, которая критикует страйкон. Написали статью с критикой организации, участников и вообще о смысле этого мероприятия. С очень субъективным подходом к вопросу. И запустили это в таргетированную рекламу ВК. Именно на эту статью. Я увидел, наткнулся точнее ВКонтакте, на рекламную запись статьи какого-то из посетителей страйкона. Крепкие нервы великого и не менее ужасного товарища Кости Ланкастера не выдержали. И на этот счёт у него оказалось своё собственное мнение, которым он поделился со своей публикой. Выдав пост на суд, адекватна ли реакция магазина. Было высказано несколько моментов критических по поводу этой выставки. И я не удержался, начал на всё это дело отвечать. В итоге вся беседа выливалась в достаточно, мне кажется, конструктивное общение. Я лично ознакомился с этой статьёй и осмелюсь отчасти согласиться с её создателем. Но только лишь отчасти. По одной простой причине. Того, что взгляд на фестиваль страйкон с их стороны получился крайне однобокий. С точки зрения продажи товаров. Но они не взяли в учёт, что данный фестиваль это не только ярмарка с блинами на лопате, но а также своего рода премия, фестиваль команд, презентация новинок, а также своего рода комикон, на который ты приходишь, чтобы посмотреть на костюмы людей, ну просто на людей, получить флайеры со скидкой, встретиться со значимыми людьми в хобби, да в конце концов объединить людей со всей страны, чтобы просто пообщаться и помериться длиной внутреннего стволика. Насколько было честно со стороны магазина продвинуться за счёт этой статьи, ну как продаванов, судить я, конечно, не берусь, ибо не являюсь маркетологом и не могу оценить выхлоп с такого способа привлечения к себе внимания. Но, видимо, это получилось, иначе бы мы и не рассказывали об этом в новостях. Более подробно с позициями сторон и запах утреннего напалма вы бы могли оценить по ссылке в комментарии. Но, великий и ужасный манчер, Ланкастер удалил сей опус. Я его себе в группе постил, но уже удалил, я не люблю в группе сохранять какие-то вещи, где ты с кем-то срёшься, значит... Поэтому ловите ссылку в описании на изначальную статью. Возможно, вы сами пригорите в своё удовольствие. И тут по сценарию я должен изображать Евгеньевича. Но так как моя последняя пародия на него была, мягко сказать, говно, я просто расскажу вам о продукт-плейсменте... Кхм... Пардон... О новинках в Страйкболе. На этой неделе новостей про новинки и продукты не так уж и много. Причиной тому, скорее всего, является то, что в Китае китайский Новый Год, а выставка Страйкон и Шут Шоу уже произошли. А вот в марте стартует выставка Айва 2019, на которую производители и припасли оставшиеся новинки. На этой неделе мы нашли дополнительно несколько новинок со Страйкона, про которые не рассказали в прошлом выпуске. Мастерская Horror Customs показали кастомные маски для использования на ролевых играх. Нет, это не те маски и не те ролевые игры, про которые вы подумали. На стенде были показаны маски контролёра, кровососа из вселенной Сталкер. Ну и маска старосты из Resident Evil. На стенде Team's Law Workshop можно было посмотреть на различные кастомные гранатомёты, сделанные на основе ML36 от Tag Innovation. Пока это работающие прототипы с частями, напечатанными на 3D принтере. Но кто знает, возможно Tag Innovation обратят внимание на эти проекты и сделают совместную версию из дюраля алюминия. GearCraft показали климатические подпоры для плитников и бронежилетов. Конструкция, ну, очень простая. На пластиковый каркас с помощью велкро устанавливаются подушечки. Стоит пояснить, что это именно климатические подпоры. Они не претендуют на амортизацию энергии от поражающего элемента. Мастерская M-Customs запилила первую сборку на новой ВВД-системе Proteus 3. Как и ожидалось, система показывает просто отличные показатели стабильности на хроне. Не каждая снайперская винтовка может похвастаться таким результатом. Посмотрите сами. При использовании 479-мм столика и шара массой 0,45 грамма и давлением всего в 100 PSI, дульная энергия получается 2,62 джоуля. То есть для снайперских 3-джоульных сборках система имеет избыточный запас по давлению и работает далеко не на крайних значениях. Параллельно с этим HPA Systems запустили конкурс среди первых владельцев ВВД-системы Proteus 3. Пользователь, который первым снимет отстрел Proteus 3 на камеру, получит уникальную футболку Секты Свидетелей Лазера, дизайн которой нарисовал сам Евгенич. К мастерским это, конечно же, ну никак не относится, поскольку в этом вопросе они будут заведомо читеры. И, как оказалось, долго ждать не пришлось. Первым оказался Андрей Сырков, самостоятельно собравший карабин на основе Proteus 3 по инструкции от производителя с базовым хоп-апом и плоской давилкой от Prometheus. При температуре минус 4 за бортом он получил вот такой результат. Здравствуйте, меня отзовут Андрей. Я сам собрал третий Proteus. И сегодня я его отстреляю по товарищу Ласю, который стоит примерно в 60 метрах. Ну, как-то так, ребят. Шар 30, давление 100, ПСИ, выхлоп 102,5 желудя. Судя по чату владельцев в Телеграме Proteus 3, первые пользователи легко собирают сами все без привлечения мастерских. Что не может не радовать. Airsoft Taiwan показали новые фрезерованные рамки для Tokyo Maroy Glock 17 от RA-Teach. Обе модели имеют гнезда с посадками для прицела RMR. Были показаны две модели SAI 17 Gen 4 RMR и Blue 17 RMR. Американские производители снаряжения Cry Precision показали шпионские фотографии нового компактного плитника Minimal Plate Carrier MPC. По комментариям компании, данная модель предназначена в первую очередь для скрытого ношения. Оттого и такой минималистический дизайн. Компания Корпус Выживания показали прототип новой боевой рубахи, которая поступит в продажу уже в марте 2019 года. Из особенностей можно отметить оригинальные качественные материалы, эргономичный крой, карманы на молнии, покрытые велкро панелью и со срезанным уголком, чтобы за него не цеплялся ремень. Еще Корпус Выживания показали новые быстрые подсумки для пистолета, которые в случае необходимости можно закрыть съемным клапаном. Внутри подсумка установлена пластиковая вставка, позволяющая более уверенно извлекать и вставлять магазин в подсумок. Есть регулировка прижатия магазинов в подсумки. Как всегда, подсумок изготовлен из качественных оригинальных материалов. Старт продаж намечен на февраль 2019 года. Если вы все еще не подписались на 151-е убежище, самое время это исправить. Ссылка будет в описании. Ставь лайку, если я круче Евгеньевича, и плюс они в комментарии за любимый 151-й бункер. А это все или почти все на сегодня, что я хотел вам рассказать. Ярких вам срачей и клевых новинок. Увидимся. Хотя нет, не увидимся. Пока. Ах, да, на Рейд Армия вы тоже можете подписаться. Я разрешаю.